На чёрном фоне появляется белая надпись «Гараж» латинскими буквами. Затемнение. Из темноты появляется белый фон. Чёрными буквами надпись. Лекция Ирины Кулик из цикла «Несимметричные подобия в музее «Гараж». Эва Гессе, Сара Лукас. Часть первая. Добрый вечер. Сегодняшняя лекция наша, наверное, имеет смысл слушать и рассказывать в контексте выставки «Луиз Буржуа». Обе наши героини сегодня — это женщины. И обе они ключевые фигуры для женского и для феминистического искусства. Две фотографии. На фотографии справа изображена художница Сара Лукас. У неё тёмные растрёпанные волосы, длиной чуть ниже подбородка. Она улыбается. На женщине чёрная кофта с длинными рукавами. Художница сидит в круглом низком кресле. Её ноги обнажены. Левую ногу она подогнула под себя, правая нога согнута в колени и опирается на край кресла. Кресло сделано из материала, состоящего из объёмных округлых элементов, по форме похожих на женские груди. На фотографии слева художница Эва Гессе. Молодая женщина с тёмными волосами, взгляд её направлен вперёд. На художнице чёрная кофта. Сверху, вокруг её головы, с потолка свисают каплеобразные объекты. Эти объекты напоминают сетчатые авоськи, наполненные тягучей бесформенной массой светлого цвета. При этом они разных поколений. Американка немецкого происхождения Эва Гессе работала в конце 60-х годов. Она рано погибла, она умерла в 70-м году. И она относится, наверное, даже не к феминистскому, а, собственно говоря, к такому предфеминистскому искусству. Но открыли именно благодаря ей и благодаря той же Луис Буржуа, которую открывают в середине 60-х годов, и которая становится в Америке такой звездой в середине 60-х годов, собственно говоря, появились эти размышления о том, что такое женское искусство. Сара Лукас – вторая наша героиня, англичанка, представительница генерации Young British Artist, молодых британских художников, которые появляются в 90-е годы. Это та же компания, что Дэмиан Херст и братья Чепманы, о которых мы говорили и будем говорить. Такая самая звездная обойма молодого английского искусства 90-х годов. Сара Лукас принадлежит к этой обойме. Она художница, наверное, столь же хулиганская, столь же провокативная, как и ее коллеги мужского пола. И контекст, в котором она развивает действительно искусство, которое обращается к темам женского искусства, обращается к тем же темам, это контекст уже все-таки, который можно назвать постфеминистическим искусством, и контекст, который, наверное, можно назвать пародией на феминистское искусство и пародии на весь дискурс женского искусства, пик которого пришелся, наверное, на конец 70-х-80-х годов. Но при этом Сара Лукус после Эвегеса будет действительно на части восприниматься как пародийный персонаж, как пародия, как пародия достаточно жесткая. Но, тем не менее, как мне кажется, в ее творчестве она все-таки не исчерпывается пародией. И ее самый недавний, самый последний на сегодняшний день проект – это павильон Великобритании на Венецианской биеннале, которая была в этом году, где была как раз персональная выставка Сара Лукус, выводит ее, наверное, на какой-то более общечеловеческий уровень, чем уровень просто внутри художественной пародии. Эвегеса, 36-70-й год, художница, сама судьба которой была столь трагична, что трагичность этих ее жизненных обстоятельств как бы не может не давлеть любой интерпретации ее творчества. Это очень такой болезненный момент, насколько можно рассказывать, интерпризировать искусство столь трагической, человека столь трагической судьбы, не говоря о его судьбе. Она родилась в еврейской семье в Гамбурге, и в детстве, когда ей было два года, ее и ее сестру отдельно от родителей, чтобы спасти их жизнь, это было накануне войны, их переслали сначала в Нидерланды, а потом в Великобританию, это была английская программа спасения еврейских детей из Германии, киндер-транспорт. После того, как она какое-то время со старшей сестрой существовали в лагере для детей в Нидерландах, потом они с родителями воссоединились в Великобританию, в Англии, и потом она оказалась, они всей семьей эмигрировали в США. В США ее как бы вскоре после эмиграции, ее родители развелись, и ее мать, которая страдала депрессиями, покончила с собой, выбросившись просто из окна. И Хессе жила с отцом, который был таким даже чересчур внимательным и чересчур заботливым, потому что он вел бесконечный дневник, в котором он фиксировал абсолютно все события ее жизни, их общей жизни, и такие же дневники на протяжении своей жизни вела Эва Хессе. Она начала делать достаточно блестящую художественную карьеру, очень успешную, и дожила она только до 34 лет, потому что у нее обнаружили опухоль мозга, от которой она скончалась после нескольких операций, и последнюю работу она делала с помощью ассистентов, и делала она в промежутках между операциями, между больницами. И, как бы, вот, зная это все, очень сложно не видеть трагичность в ее работах, не вчитывать эту трагичность ее судьбы в ее работы, но, как бы, тем не менее, в общем, может быть, не стоит ее заранее видеть как такую исключительно заведомо мрачную фигуру, да, потому что для самой она была красивой, веселой, любившей жизнь в свое время, и очень азартно занимавшаяся своим искусством, и, естественно, все эти коннотации будут оставаться с нами, но, может быть, то, что она сделала, все-таки больше, чем просто документация собственной трагической судьбы, тем более, что ее искусство, в общем, очень сложно назвать автобиографическим, она абсолютно никогда не, так сказать, не спекулировала на собственной жизни и на событиях своей жизни. Она получает образование в художественное образование, сначала как положенное женщине-художнице в то время, образование, связанное с дизайном текстиля, а потом, собственно, художественное образование, ее учителем был выходец из Баухауза Йозеф Альберс, замечательный абстракционист, определивший во многом развитие американского абстрактного экспрессионизма. Начинает она с фигуративной живописи, вот с таких странных, более-менее автопортретов, названных или неназванных автопортретов. Картина Евы Гессе «Призраки». На сером фоне в правой части картины изображен человеческий силуэт по грудь, силуэт темно-серый. Изображение крупное, занимает почти половину холста. Различимы женские черты лица, но они не натуралистичны. Схематически изображены глаза, один больше другого. Нос обозначен двумя вертикальными полосами. На сером лице выделяется только красный рот. Обозначены черные длинные волосы. Персонаж расположен на фоне белого пятна. С каким-то ощущением размытости собственного я, размытости собственного образа, с которым она работает. Потом она и с такой призрачностью, которая связана, наверное, с ее интересом к сюрреализму, который тогда был еще актуален. С ее интересом, в частности, к творчеству американского художника армянского происхождения Арчила Горки, который предложил свою версию. Такого абстрактного сюрреализма. И постепенно это, как бы, и с ее интересом к, собственно говоря, абстрактному экспрессионизму, который тогда был мейнстримом, таким заслуженно признанным мейнстримом в американском искусстве. И ее любимым художником ее юности, ее детства был Уильям де Кунинг, которого относят к направлению живописи действия, к абстрактному экспрессионизму, так же, как и Джексона Поллока. Но при этом де Кунинг, наверное, в общем, конечно, живописью жеста это можно назвать, но его довольно сложно назвать абстракционистом, потому что известен он был в основном своими такими очень странными, резкими женскими портретами, в которых, несомненно, есть это жест, который, достаточно агрессивный жест, который одновременно и создает, и разрушает тот образ, который в результате мы видим на его холстах. И такое же размывание образа и тяготение к абстракции возникает, постепенно возникает в живописи и в графике Эвахеса, возникают эти образы окон, связанные, как считается, может быть, с самоубийством ее матери, которая выбросилась из окна. Возникает постепенный переход к такой достаточно яростной абстракции, и которая потом опять, эта эстетика резко меняется, и она начинает создавать такие более геометрические абстракции. Картина Евы Гессе «Абстрактная живопись». На белом фоне несколько разрозненных изображений. Слева фигура составлена из неровных форм, похожих на квадраты и треугольники. Основные цвета — черный и грязно-зеленый. В верхней части этой фигуры черная толстая стрелка, указывающая вниз направо. Стрелка обрезана краем изображения, как будто входит в него извне. Вниз от фигуры отходит длинная красная запятая. На заднем плане изображена лента, протянутая справа сверху налево. Лента наискость перерезает холст. Она раскрашена зеленым, белым и голубым цветами. Описанная фигура как будто лежит на этой ленте. В правой нижней четверти изображения другого характера. Они мелкие, не изображают ничего конкретного. Выполнены контурно, напоминают рисунки ребенка карандашом. И потом приходят к очень странным, к очень необычным формам, в которых есть ощущение некой схемы. Схемы, которая одновременно отсылает и к неким механизмам, механоморфным изображениям, и к анатомии, к человеческому телу. То есть это такие очевидные какие-то некие анатомические схемы, которые могут напомнить о работах Марселя Дюшана тогда, то, живущего в Америке, утверждающегося в статусе культового художника и классика как раз для художников уже послевоенного поколения. Можно, наверное, вспомнить «Большое стекло», знаменитое произведение Дюшана, сделанное в 20-е годы, хранящееся в Соединенных Штатах, которое представляет на работу, официальное название, новобрачное раздетое своими же холостяками, которое представляет абсолютно не изображение обнаженной женщины, как вы помните, а представление некой странной машины, некого странного механизма, который должен показывать функционирование человеческого желания, показывать функционирование сексуальности. И вот такие же напоминающие Дюшановское «Большое стекло» механизмы и некие анатомические схемы в середине 60-х годов начинает создавать Эва Хесса в качестве таких уже своих первых, может быть, самостоятельных художественных произведений, где есть ощущение и механичности, и анатомии, есть отсылка к анатомическим схемам, и, наверное, опять-таки сложно не вчитывать ее детали, ее биографии, ее работы, если возникает отсылка к болезни, потому что анатомические схемы, анатомические атласы – это то, что рассматривают, когда тело перестает работать, и надо понять, как его починить, когда происходят какие-то сбои в работе этого организма, без сбоев про него не очень хочется узнавать, что у нас внутри, вот это ощущение как бы механизма или некой механики, которая дает сбои, поэтому нужно понять, что же там происходит внутри, как это устроено, это, наверное, то, что возникает в этих первых работах Эва Хессы, которые из графики, из графичи, из живописи довольно быстро превращаются, в такие объекты, инсталляции, или, вернее, в работы, в которых для самой Эва Хессы было важно размыть это различие между живописью, графикой и скульптурой, или объектом, или инвайронентом, и, собственно говоря, задаться вопросом, а что такое вообще скульптура, что такое картина, и что такое предмет, что такое объект. Тема, которая была, опять-таки, в центре интереса других художников ее поколениям, помните, вот мы говорили про Джаспера Джонса, про Роберта Раушенберга, вот весь этот процесс превращения картины в объект, и вопрос о том, что такое, собственно говоря, это картина и объект. У Эва Гесса этот переход достаточно понятен, потому что те линии, с которыми она работает, с которыми она прочерчивает свои, очерчивается вот эти самые странные мехономорфные анатомические детали, просто превращаются в нитки, в веревки, они материализуются, и та жестуальность, которая была в живописи действия, превращается не в жест художника, в мужской жест художника, по определению художника-живописца, а в женский жест рукоделия, поэтому возникает вот это ощущение там ниток, пряжи и так далее, которое всегда ассоциируется по определению там с женским миром, с женским искусством, с рукоделием, которое должно обрести такой же статус творчества, как традиционно там мужские живописи, скульптура. И рукоделие, вы помните там Луис Буржуа, тоже с ее работой с текстилем, с ее мифом о матери-паучихе, о рахне, которая для нее очень важна. И еще возникает, опять-таки, как только эти произведения становятся материальными, становятся объемными, становятся тактильными, прежде всего возникает еще большее усиление этих коннотаций, связанных с антропоможностой, связанных с представлением о человеческом теле. И вот такая ее работа, которая, очевидно, считывается, как достаточно юмористическая, на самом деле, аллюзия на женскую грудь, на женское тело, в том числе на работу позднюю Дюшана, просьба руками трогать, где у него эта обложка для журнала, где сделана такая рельефная женская грудь, которая призывает к тому, чтобы ее потрогали, и к Дюшановским же роторельефам, которые с такими же геометрическими, с такими же спиралевидными линиями, которые обретают иллюзорный объем, когда они начинают вращаться. Работа художницы Эве Гёссе «Обручальное кольцо». Вертикально ориентированный прямоугольный холст. На темном фоне два светлых круга. Круги расположены один над другим. Внизу круг большего размера, вверху меньшего. Вместе силуэту кругов образуют цифру 8. Внутри кругов неявные, выраженные только фактурой, концентрические кольца. В центре кругов небольшие конусообразные возвышения. Контры кругов чёрные, фон фактурный серого цвета, напоминает поцарапанную бетонную поверхность. Вот, и возникает ощущение постепенного материализации и тропоморфизации её работ, которые начинаются в русле абстрактного экспрессионизма, и ощущение этого механизма, которые превращают, становятся всё более и более, коннотируются как некое тело, как некое переплетение жил, сосудов, волос, и так далее и тому подобное. И ощущение, ещё тоже очень важное ощущение для ЭВГСа, что это, что это, конечно, машинерия, что это, конечно, некие устройства, но эта машинерия, прежде всего, абсурдная. Это что-то, что не работает, что непонятно, что смешно, что нелепо. Это множество деталей, которые объединены в какое-то устройство, но цель этого устройства и его функционирование остаётся абсолютно непонятным и непостижимым. В 1964 году, как раз когда происходит этот решительный перелом от перехода от живописи к этим самым непонятным и ускользающим любых определений объектам, ЭВГС на год вместе со своим мужем едет в Германию в 1964 году, она, впервые возвращаясь на свою родину уже взрослым человеком, в страну, которую она очень плохо помнила. Для неё это было и очень болезненным, и страшным опытом, естественно. И при этом это было опытом обретения себя. Она с мужем работала, они работают, у них огромная мастерская, она заброшена, она в фабрике, которая прекратила свою работу. И, видимо, там Гесса начинает заниматься, собственно говоря, объектами и скульптурами, создаёт. И когда она возвращается в США, она попадает в совершенно другой круг художников, круг художников тогда наиболее, может быть, интересный. Это круг, связанный с минимализмом. Это круг Дональда Джадо, Соло Левита, Роберта Смитсона. Вот те художники, с которыми она начинает общаться, художники, которые тоже работают не картинами, не скульптурами, а инсталляциями, пространствами, то идея минимализма – это тоже идея снять разницу между, различия между картиной и скульптурой, потому что минималистское произведение – это та же самая, это та игра форм в пространстве, которая в картине решается расположением этих форм на холсте, при этом, а здесь эти формы просто располагаются в пространстве. Вот эта работа с пространством – это то, чем занимает Хессов со своими объектами. Но ее объекты всегда, в отличие от произведений ее коллег, это тоже работа с простыми геометрическими формами, но эти формы всегда сбиты, они всегда не названы, поэтому возникает вот такая удивительная шар, который не шара, а который, как сама Эва Гесса говорила, анархистская бомба или что-то еще. Черно-белая фотография. На фотографии изображена комната. На переднем плане справа, на полу, лежит черный крупный шар. Сверху от него отходит черный шланг. Этот шар напоминает круглую бомбу с фитилем. У стены слева от шара стоит художница Эва Гесса. У нее темные длинные волосы и темная одежда. На ее голове шляпка, похожая на берет. Она держит в руках у рта длинный овальный вытянутый предмет белого цвета, который свисает вниз до ее колен. Чуть дальше у стены два черных продолговатых предмета овальной формы. Они лежат на апостаменте, покрытом белой тканью. Возникает странное ощущение того, что это должно функционировать, но непонятно, зачем это создано. Возникает тот физиологизм, который есть в этих работах, который был абсолютно исключен в минимализме, потому что минимализм возникает как раз как попытка уйти от чрезмерной личностности, от чрезмерной экзистенциальности абстрактного экспрессионизма и создавать нечто абсолютно нейтральное, что существует само по себе, что не привязано к художнику, что не перегружено его эмоциями, перестает быть его личной эманацией, становится неким объективным пространством, которое обращено скорее к сознанию зрителя, чем к выплескиванию энергии художника. И Гесса сбивает эту историю, опять возвращая это к странному, такому странному, достаточно пугающему ощущению и физиологичности, и антропоморфности, и, конечно, хаоса, который в этом заложен, который ни в какие эти прекрасные, упорядоченные, минималистические схемы не может вписаться, как бы хаоса, который связан с хаосом органической жизни. Ее как бы сама, и в 1966 году она принимает участие в такой, как бы, знаковой выставке, которая называлась «Эксцентричная абстракция». Делала ее куратор и искусствовед, арт-критик Люси Липпорт, одна из как раз теоретиков и основоположников феминистического дискурса в современном искусстве. И в этой же выставке участвовала Луис Буржуа как раз, но в этой выставке это не была выставка только женщин-художников, не была выставка только женского искусства, там же участвовал Брюс Науман, например. И эксцентрическая абстракция, которая делалась как противовес, предлагалась как противовес абстракции минимализму, это, наверное, абстракция, которая не предполагает вот этой самой идеальной правильности. Абстракция, в которой всегда есть что-то, что сбоит абстракция, которая, как и любое органоморфное, органическое образование никогда не может быть безупречной, никогда не может быть тождественно Изначальному замыслу художника, если они малейские работы, это замысел художника, который исполнен на заказ, в них нет рукотворности, здесь есть органичность, есть рукотворность и есть возвращение, может быть, и к жестуальности абстрактного экспрессионизма, и возвращение к соотнесенности с человеческим телом, возвращение в это художественное пространство, пространство инсталляции, которое может быть не фигуративным, но возвращение к соотнесенности с образами человека, с телесностью, с некой физиологичностью, и ощущение того, что все эти работы, их форма никогда не завершена, раз она всегда, а в них все время что-то, это всегда что-то подвешенное, что-то болтающееся в воздухе, что-то, что может менять свои очертания, что-то, что включает в себя не случай, включает в себя хаос, включает в себя непредсказуемость, которая свойственна живому организму, живому телу, и вот эту самую абсурдность, которая возникает из ощущения того, что это как-то должно быть наделено какой-то функцией, что это как бы геометрия, но это геометрия, которая абсурдным образом становится, зачем-то начинает абсурдным, как бы фрейдийским образом начинает напоминать какие-то, соотноситься с человеческим телом, вызывая какие-то странные, достаточно и забавные, и тревожные ассоциации, которые есть в этих самых работах, которые создает ЕСЭ. И еще один момент, она начинает работать с абсолютно другими материалами, еще один из ее вкладов в искусство, если минимализм это всегда материалы, которые должны выглядеть как можно более промышленными, понятными и нейтральными, то материалы, с которыми работает ЕСЭ, это материалы, которые неопределимы, это материалы, которые до нее никто не использовал, она начинает работать с латексом, со стекловолотном, с резиной, с тем, что вызывает как раз вот это ощущение, во-вторых, непонятности, во-вторых, тактильности, и что это материалы, которые никогда до этого не были ни материалами производства, ни материалами искусства, это материалы непонятные, это материалы, вызывающие смутное отвращение, и это материалы, кажущиеся органичными. И, может быть, одно, достаточно часто ее соотносят с тем, что примерно в то же время начинает делать ЕСЭ с его обращением к тоже к нарочито не держащим форму органическим материалам, таким, как вот этот самый пресловутый войлок, войлок и жир, с которыми он работает, ЕСЭ, в принципе, могла знать работы Бойса, потому что она как раз была, как я уже говорила, в 64-м году была в Германии, провела там год, у нее там была выставка, которая была в Дюссельдорфе, то есть как раз в тех местах, и, в общем, вполне можно предположить, что с Бойсом они общались, ну, как бы, что она могла быть в курсе его работ, но при этом никаких доказательств этого нет, и, может быть, вот это самое, и, конечно, у них есть много общего, вот это перекодировка, переход к физиологическим и телесным коннотациям, и, может быть, и для Гессы, как и для Бойса это ощущение связано с переживанием Холокоста, с переживанием ужаса войны, с переживанием той катастрофы, которая человеческие тела превратила в расходный материал, превратила вот именно не в отдельные существа, а вот именно вот эта вот биомасса, да, когда останки превращаются в отходы и отбросы. На фотографии инсталляция Эвы Гессы. Белая комната. На переднем плане светло-бежевый объект. Объект напоминает неровный желоб с тонкими стенками. Дно желобы изогнуто дугой, напоминает отрезанный кусок автомобильной шины. Внутри этого желоба горстка чего-то серого. За ним слева на стене висит узкая длинная вертикальная полоса коричневого цвета. Она едва заметно делится на пять одинаковых сегментов поперечными полосами. Наверху висящей полосы находится крюк от вешалки, за который она подвешена к стене. А, и муж Эва Гесса говорил, что художник, который на нее больше всего повлиял, это Адольф Гитлер, да, и хотя у него нету никаких, никаких сюжетов, да, вообще никаких сюжетных отсылок к этой трагедии, вот это ощущение, как бы, жалости, отвращения, да, которое, кстати, вызывает тело, да, и ужаса, который есть в ее, вот эта дрожа, да, как некая отрапия, которая работает, фактура, впервые тогда появившаяся в искусстве, более привычные сейчас у нее возникают, действительно можно их, наверное, связать с этими переживаниями. И, как бы, ощущение даже, как бы, болезненности, да, ощущение физиологизма, тактильности, физиологичности, как болезненности возникает в этой одной из самых знаменитых ее работ, где, которая как раз вот эта картина, превращающаяся в объекта, картина, которая превращается в существо вот за счет этой странной загогулины, которая странная, куска проволоки, которая из нее вылезает из рамы, причем сама эта рама, которая оставлена пустой, никакой картины в ней нету, и рама эта перебинтована, и для, и, по-моему, у самой Хесса было сравнение, что-то похожее на руку в гипсе, да, или на какой-то медицинский, какой-то протез, да, или какое-то лечебное устройство, которое приделано к этой самой, к этой картине, к этому, к костыль, да, который приделан к этой самой, к чему-то, что когда-то был абсолютно очевидным предметом, там, рама, которая должна содержать картину, картины нету, рама покрыла, обмотана бинтами, и вот этот самый странный отросток или приспособление, которое из нее торчит. На фотографии инсталляция Эвы Гессы. На белой стене закреплена рама. Рама крупная, ориентирована горизонтально. Ее части похожи на трубы темного цвета. Рама пустая, сквозь нее видна белая стена. От верхней горизонтальной части рамы, с левой стороны вниз, отходит провод. Этот провод толстый, длинный, черного цвета. Вторым концом он закреплен в противоположной правой части нижней горизонтальной трубы, а средняя часть провода свисает до пола. В этой же, как и ее коллеги-минималисты, Хессы в 60-е годы начинают работать с принципами серийности, с повторяющимися фактурами, структурами. Но, опять-таки, эти повторы никогда не идеальны. И сами эти работы, названия работы предлагают некий ассоциативный ряд. Иштар, название, имя Серовавилонской, если я ничего не путаю, богини, которую часто, как и Диану Эфескую, представляют, как многогрудное существо. Инсталляция Эвы Гессе и Штар. На фоне белой стены подвешен вертикально ориентированный длинный и узкий прямоугольник серого цвета. На нем симметрично расположены выпуклые круги в два в одном ряду. На нем симметрично расположены выпуклые круги по два в одном ряду, всего 10 рядов. Круги того же серого цвета. Из центра каждого круга выходит нить. Каждая нить свисает вниз. Все нити заканчиваются на одном уровне, чуть ниже нижнего края прямоугольника. И вот эта самая последовательность выпуклости в этой работе тоже воспринимается не просто как еще одна минималистская решетка, а как такая отсылка к некому странному человеческому женскому телу. И тогда же у Гесса возникают всякие сети и паутина, с которыми она тоже работает, и которые у нее тоже возникают. А возникает еще как бы, ну, как это выглядит, как выставка. И возникает вот эта самая картина, которая перестает быть картиной, потому что то, что когда-то было мазками, то, что когда-то было переплетением линий, сползает с нее, растягиваясь на пространство и превращаясь вот в эту самую как бы инсталляцию. Инсталляция «девятка» Эвы Гессы. Угол комнаты с белыми стенами. К правой стене прикреплен черный прямоугольный вертикально ориентированный холст. От него отходят 9 пучков коричневых длинных нитей. Они закреплены в верхней части холста на одинаковом расстоянии друг от друга. Своей нижней частью они закреплены в одной точке, на соседней стене слева. Нити провисают. Некоторые недостаточно длинные нити просто свисают вниз. И в этот момент, как бы, где-то в... Примерно в эти годы Гесса в одном из интервью говорит, что у нее, как у нее изменились представления, изменились ее пристрастия в абстрактном экспрессионизме, если для нее в юности самым главным художником был Де Кунинг, то она все больше и будет... То есть сейчас она все больше и больше начинает ценить полвока. И, собственно говоря, вот эти переплетения нитей, вот эта страх, как бы, паутина, это то раздражение, которое вызывает эта пряжа, которую невозможно распутать, это вот эти самые клубки, клубки, эти нити, которые в этой работе Лаокаон, видимо, отсылают к змеям, которые задушили Лаокаон, задушили этот персонаж. Это вот эта самая паутина полоковских мазков, попотеков краски, которая материализуется и превращается вот в эту самую сеть, которая способна затянуть зрителей, которая образует уже не картину, а связывая эти полотна, образует некое пространство, образует некую инсталляцию. Как бы это... Самая ее похожая на минималистов работа, это всегда как бы работа, которая в отличие... Это та же самая, как бы, последовательность, но это последовательность, которая никогда не будет идентичной, да, эти веревки могут быть, эти нити могут быть одной длины, но каждый раз, при каждом новом выставлении эта работа будет выглядеть по-другому. Одним из ближайших, так сказать, и, как бы, эти самые минималистские сетки, которые она делает, это тоже, как и сетки Кусама, например, это тоже сетки, которые превращаются не в геометрию, не в идею, не в некое воплощение математического принципа, а в некое кропотливое занятие. Работа Эвы Гесса без названия. Белое полотно расчерчено в мелкую сетку. В центре холста линии становятся жирными, темными. Эти толстые части линий образуют квадрат в центре работы. Внутри квадрата изображен равноконечный крест. Крест чуть светлее, чем сам квадрат. Надо расчерчить, и каждый раз всегда какой-нибудь жест будет другим, какой-нибудь жест даст сбой. Это всегда нарушенная последовательность, всегда последовательность, которая предполагает множество вариантов, и которая предполагает вот этот постоянный сбой изначальной идеи. Как я уже говорила, одним из ближайших друзей, собеседников и таких, как бы, негласных наставников Эвы Гесса в этот период был Соло Левитт, художник, который находится на грани, на стыке минимализма и концептуального искусства. Помните, была о нем лекция. Он делал такие замечательные, постоянные решетчатые структуры и произведения, которые состоят только из расчерченных стен. У Левитт авторов параграфов о концептуальном искусстве, программного текста уже для концептуализма, в котором есть знаменитая фраза, что произведение – это идея этого произведения, эта идея может быть воплощена множеством разных способов. Не все воплощения являются произведениями, но некоторые невоплощенные идеи тоже могут быть произведениями, вне зависимости от того, воплотились они или нет. Вот с этим самой идеей воплощения схемы Эва Гесса тоже работает, но при этом эта идея воплощения, слово «воплощение», наверное, здесь оказывается очень буквальным. Это действительно история про то, как идея, схема, последовательность, алгоритм обретает плоть, обретает телесность. И поскольку эта органическая телесность – это что-то, что неизбежно, эту идею будет искажать, идея не может сохранить свою концептуальность, идея не может сохранить свою абсолютную чистоту. Каждый раз плоть – это тело, это воплощение, это плоть, которая нарастает на этой идее, будет ее искажать. И, собственно говоря, вот эти искажения и непредсказуемость – это то, что создает ощущение абсурдности, то, что создает идею абсурдности жизни, с которой работала Гесса, абсурдности, которая может быть трагической, абсурдности, которая может быть комической, и абсурдности, которая, прежде всего, вызывает, отсылает к идеям непредсказуемости, идеям неизведанного для Гесса. Она писала о том, что ей очень хочется создавать то, что было бы не произведением, а антипроизведением, не произведением, не живописью, не скульптурой, не картиной, ничем, не произведением, произведением, которое идет за пределами знания. Это не то, что я знаю, это не то, что я могу узнать, это то, что должно быть в этом произведении. Это и абсурдность, и непознаваемость, и тайна, вот эта загадка, с которой она работала, а абсурдность и загадочность, которая может быть как комической, так и трагичной. Поэтому возникают вот эти работы, которые каждый раз при каждом выставлении образуют другую структуру, которые совершенно по-другому меняют эту идею минималистской инсталляции. Это ящики и коробки, которые были основным модулем минималистской инсталляции у Джады, у того же Соло Левита, коробка или ящик, прямоугольник, потому что это что-то, что не может варьироваться, иначе это перестанет быть коробкой. И Гесса начинает с ним работать по-другому, и для неё интересно, когда это тот же самый ящик, который был, клуб, который был во всех инсталляциях Джады, который был во всех инсталляциях Левита, но у него появляется то, что для минималистов, наверное, было не очень интересно, у него появляется внутренность. Инсталляция Эвы Гесса, присоединение 1968 года. Работа представляет собой серый куб с шершавой поверхностью. Размер куба понять трудно, но, скорее всего, его высота приблизительно равна 50 сантиметрам. У него нет верхней грани. Мы видим то, что внутри куба. Внутри стенки куба покрыты толстым густым ворсом серого цвета. Он достаточно длинный, напоминает ровно подстриженную траву серого цвета. У него появляется нечто внутри. И это нечто внутри выглядит вот такой вот странной порослью то ли иголок, то ли нити. Это немножко похоже и часто сравнивается с меховым завтраком Эритопенгейм, знаменитым сюрреалистическим объектом, одним из классических объектов сюрреализма, где есть обычная чайная чашка и наблюдцы, которые изнутри порастают густым мехом. И выглядят тоже как некая, может быть, фрейдистская аллюзия на женские половые органы, которые выглядят, но вообще выглядят как некое такое пугающее превращение обыденного предмета, непонятного простого предмета в живое существо, которое может повести себя непредсказуемым таким же живым и довольно-то опасным. Это какой-то дикобраз такой, вывернутый наизнанку. Оказывается, вот этот самый простейший геометрический объект, который, собственно говоря, был важен именно своей простотой, тем, что его там стенки всегда должны сойтись, в нем не может быть ничего непредсказуемого. И здесь у него обнаруживается вот это самое пугающее нутро, которое таит загадку, и которое кто-то из критиков очень точно назвал, что это ящик, который превращается в ящик Пандоры, из которого непонятно, что можно вылезти, в который немножко и очень хочется, и немного страшно засунуть руку, чтобы потрогать это колючее или мягкое, каким оно окажется, это самое его нутро. Ну, тоже такая пародия на последовательность Джаада очевидная, где все оказывается неправильным, где никакая геометрическая правильность невозможна, где невозможна сама идея, потому что любое воплощение идеи – это неправильное воплощение, любое воплощение идеи – это огрех. Любая как бы… именно эти огрехи и неправильности – то, что создает ощущение, и эти странные материалы – это то, что, опять-таки, соотносит произведение с телом, с органикой. Еще один из художников, с которым, наверное, интересно сравнить УЕС, тем более, что они были знакомы, – это Пол Тек, американский художник, о котором мы говорили на одной из лекций, художник, который тоже создавал свою версию контр-минимализма, и контр-поп-арта, когда он в такие плексиглазовые минималистские ящики помещал, очень тщательно натуралистично изготовленные восковые муляжи, таких шмотов плоти, причем, скорее всего, и такие же эти шмоты плоти размещал на аккуратно растянутых в пространстве проволоках. Но у Пола Тека это ощущение плотскости, ощущение возвращения к телу, к этому мученичеству тела, и такая даже некая каннибалистические коннотации его инсталляции были эксплицитными, это было возвращение к фигуративному искусству, что сделать и как действительно разместить, вписать внутрь этого принципиально стерильного, принципиально минималистической, промышленной, не антропоцентрической, не антропоморфной минималистской структуры, как туда вписать что-то, что будет действительно самым кичевым в своем натурализме, изображением плоти, изображением мяса. У Гессы никакого натурализма нет, у неё никакой фигуративности нет, её произведения не изображают человеческое тело и вообще удивительным образом не изображают ничего. Инсталляция Эвы Гессы. Работа представляет собой предмет коричневого цвета, похожий на толстую свечу с оплывшими краями. Она широкая и низкая. В центре вместо фитиля закреплена тонкая резиновая трубка, такого же, как свеча цвета. Она выходит из свечи и, закручиваясь кольцами, лежит рядом. Они создают это ощущение, тревожное ощущение соотнесённости с плотью. И с такими, почему-то всё бумага. Это вообще здесь сделано ни из чего страшного. И это ощущение плоти изнутри. Почему возникает представление о... Почему возникает интерпретация Эвы Гессы как первой феминистической художнице. Феминистическое прочтение искусства складывается к началу 70-х годов. И Гесса просто не доживает до того момента, до того времени, когда её точно бы провозгласили феминистской художницей. Она бы участвовала в этом контексте. Для неё самой, в общем, было важно, что она художника, что она не художница. Для неё было важно участвовать в тех же выставках, в которых участвуют неизбежно более звёздные мужчины-художники. Наравне с ними, а не делать какое-то отдельное женское искусство в женском пространстве и не получать на это квоту. Потому что с чего начинут? Как возникли? Какие там были основные идеи феминистского искусства? Что две проблемы. Во-первых, существует... Действительно ли женщина создает какое-то принципиально иное искусство, нежели мужчины-художники, которое может быть хуже, поэтому не столь востребовано? Или же художниц меньше, чем художников, в силу изначальной социальной несправедливости. Потому что женщинам в том обществе, которое оно было тогда, не было принято заниматься искусством, не было принято равняться с мужчинами-художниками. И как раз для Люси Липпорт, которая была подругой Вегессы, ее куратором, которая ее включила в этот контекст эксцентрической абстракции, для нее, наверное, было важно, что существует это принципиально другое женское искусство, принципиально другое даже по своим формальным качествам, что это другая линия, что это другие формы, и что это что-то как раз связано с физиологичностью, что женское искусство – это всегда что-то, что гораздо в большей степени ассоциируется с телесностью, чем традиционное искусство художников-мужчин. Но при этом это совершенно другой опыт тела, потому что, как всю историю европейского искусства, главным предметом изображения в фигуративном искусстве было как раз женское тело, но женское тело с точки зрения мужчины-художника, такая классическая дилемма. У Гориллы Гёрдс, такой феминистского коллектива, был замечательный постер, критикующий мужской доминантов в искусстве. Обязательно женщина должна быть голой, чтобы попасть в Метрополитен-музей. Должна ли женщина попасть туда только в виде изображения прекрасного обнаженного тела на полотне, или туда может попасть женщина-художница своими произведениями, а не своим изображением. То, что делает Эва Гесса, это, конечно, некое представление телесности, но телесности, которая перестает быть объектом, это не тело-объект, это тело-субъект, это тело, как это тело себя ощущает, а не как оно выглядит. Это телесность по ту сторону образа тела, это телесность по ту сторону репрезентации тела, и поэтому она, наверное, гораздо более радикальна, чем то, что делал Полтек, который все-таки сохранял этот образ тела, делая его отвратительным, делая его соблазнительным. Здесь уже не идёт речь о соблазне, не идёт речь об образе, о визуальности телесности, идёт вещь именно вот этой самой действительно физиологической оторопи. Работа Эвы Гесса. В витрине на выставке лежат два одинаковых объекта бежевого цвета. Каждый объект напоминает по форме лежащую рогатку. Место, где сходятся ответвления рогатки, сильно выгнуты вверх. Объекты телесного цвета, поверхность разделена на сегменты, наподобие панциря рака или креветки. Хаотично в разных местах на их поверхности пришиты тонкие и короткие верёвочки. Из-за цвета и формы объекты напоминают части живого существа. Их можно сравнить с куриными лапками или каким-то придонным существом. Опознавание этих предметов, что ты видишь какие-то формы, в которых ты начинаешь узнавать вот эту соотнесённость с телом, телом в своем неприятном ощущении вот этого не тела, извините, тела, как ты себя видишь, как ты его видишь, а тела, как ты его чувствуешь. Тело, которому, может быть, тебе бы не хотелось всё время жить с этим ощущением. И поэтому её минималистские инсталляции, такие последовательности линий, тоже оказываются таким странным пространством, как бы когда ты попадаешь, может быть, даже в пространство вот этих расчленённых конструкций. Это тоже такая пародия на... или пародия, диалог, наверное, с последовательностями Дональда Джада, с его ящиками, где все они разные, где все они сделаны из очень странного материала. Это латекс, да? Но это латекс, который тоже, если уже доводить до предела вот это прочитывание искусство Эвы Гессы через трагедию Холокоста, что это было как человеческая кожа, как абажур из человеческой кожи. Вот это вот ужасное ощущение плоти, которое пустили на изготовление человеческого тела, живого человеческой кожи, которое пустили на изготовление каких-то странных, принципиально неантропоморных, принципиально отвлечённых геометрических объектов. Инсталляция Эвы Гессы – нечто. На белой стене галереи висят два одинаковых полотна из мягкого материала, похожего на ткань или кожу. Они прямоугольные, ориентированы вертикально. Они грязно-жёлтого цвета. По краям полотен идёт широкая кайма, чуть темнее фона. Поверхности края полотен помяты. И вот такие же вот эти самые картины, которые не картины, а занавеси, пространство, которое затягивает зрителя, в котором ты оказываешься, чувствуя, что ты проваливаешься в глубину тела, чувствуя, что ты оказываешься в неком, не внутри пространства, в неких внутренностях. Вообще, может быть, это одно из свойств женского искусства, это ощущение всегда некого внутреннего пространства, как и клетки Луис Буржуа, которые вы все видели, вот этого проваливания внутрь себя, в эту самую утробу изначально, внутриутробного опыта, с которым тоже всегда женское искусство положено соотносить. И любую, это чёрно-белая фотография, это снимки с первой посмертной ретроспективы Эвегесса, которая прошла в музее Гугенхай, по-моему, в 1972 году. Нет, не в музее Гугенхай, забыла, неважно. И тоже её, как бы, одни из последних её работ, это, собственно говоря, работа вот с этими самыми сетями, с некой работой, которую очень сложно выставить, да, представляете, что такое сохранить эту работу и повесить её так же, чтобы она висела, как она висела первый раз. Вот эта непредсказуемость, которая там есть всегда, это ощущение путаницы, это ощущение паники, которая связана, все знают, как сложно распутать что-то, что нужно распутать, и какое паническое ощущение это вызывает. С ощущением при этом и сети, и гамака, и защиты, и ловушки, которые в этом есть. И вот с такой замечательной фотографией, постановочной, естественно, Эвегесса, которая как бы сама и укрыта этой сетью, этим своим неразвешенным произведением и попала в неё, это действительно некое возвращение от минимализма обратно к традициям Акспрактных, к Поллоку, к традициям жесток, к традиции произведения, как такой физической эманации художника, но уже пересказанной через женский опыт не создания картины, а вот это вот плетение, продолжение себя, и к традиции сюрреализма, потому которые в 60-е годы опять возвращаются через интерес к телесности, опять-таки, к тему физиологичности, минимализма и концептуальной искусств, с которой они отказывались работать, поэтому возникает, и женское искусство тоже часто возникает как возвращение к перформансу, как главный женский жанр, представление своего тела, возвращение к своему телу не к тому, что объективировано, не к тому, что является образом с точки зрения мужчины, с точки зрения другого, того, что является, что такое опыт обладания телом, что такое опыт тела как личное интимное переживание. Инсталляция Эвы Гессе. В пустой комнате с ветхоразрушающейся отделкой подвешены запутанные переплетающиеся толстые верёвки. Их переплетение хаотично, они образуют петли и узлы. Нити длинной гирлянды проходят через всё помещение, провисая в некоторых местах. Вот именно с этими вещами как бы работала, наверное, одно из первых начала работы тела Гессе. Последние её работы, как я бы сказала, где даже картины превращаются вот в эти самые какие-то... Чем становится картина? Картина обрастает, как бы, она не только становится объектом, она обрастает какими-то щупальцами, да, чем-то, что призывает к взаимодействию, с чем-то, что может дотянуться до тебя. И её последнее произведение, последняя инсталляция, сделаны это металлические стержни, обтянутые полиэтиленом и прорезиненные потом... Инсталляция Эвы Гессе. В выставочном пространстве с белыми стенами на полу установлены продолговатые объекты, похожие на огромных, примерно в человеческий рост червей. Их семь, они располагаются в пространстве хаотично. Они согнуты под прямым углом, верхняя их часть устремлена строго вверх, нижняя лежит на полу. Объекты имеют неровную поверхность, они как будто слеплены наскоро из пластилина. Объекты желтоватого оттенка напоминают по цвету и фактуре воск. Вот такие вот семь персонажей, которые совсем каких-то... Фигурка, которые явно... Которые уже обретают самостоятельную жизнь. Они вполне считываются как группа неких существ. Это, конечно, некие фаллические символы. И это то, что может быть обретает некую самостоятельную жизнь уже скульптур, не перформансы некого, не фигуративного, но тем не менее вполне тактильных и физически касающихся тебя, касающихся твоего присутствия в их пространстве созданий, которые для... И затрагивающие тебя так, как затрагивают нас, может быть, присутствие при перформансе, присутствие в музейной или в галерейной ситуации, где ты должен это выставочное пространство разделять не просто с произведениями, которые стоят на подиумах или висят на стенах, а разделять живыми перформерами, потому что пространство, в котором ты находишься, физически ненейтрально. И в этих своих последних инсталляциях, последних скульптурах у Гесса, наверное, есть вот это ощущение, что ты должен это пространство действительно физически делить с этими самыми созданиями. Я думаю, む Suffol vard у